Два дня в конференц-зале гостиницы «Космос» проходил Всероссийский съезд в защиту прав человека. Его участники обсудили широкий круг вопросов, связанных с правами человека в современной России. Речь шла о свободе собраний и объединений, независимости судов, трудовых и социальных правах, правоохранительной системе, свободе выражения мнений и СМИ. Накануне открытия съезда президент России подписал закон о СМИ иностранных агентах. Журналист «Новой газеты», юрист Леонид Никитинский, говорит, что с юридической и правовой точек зрения новый закон не выдерживает никакой критики. Как писал Мануэль Кастельс, один из ныне живущих знатоков медиа, власть контролирует общество с помощью насилия и дискурса. Вот насилие не так много надо применять, если захватывается дискурс. Вот о чем идет речь. Мне кажется, что лишение ресурсов – это более серьезная история, чем даже запреты. Но это надо параллельно видеть. Вот такая поляна, поэтому разбирать юридические частности я не вижу особого смысла. Ну, конечно, вот последний закон о СМИ иностранных агентах, который, по-видимому, в ваш адрес тоже принят, но там же все вообще, там полная неопределенность, кто это, что это, какие-то структуры, там нет ни юридической терминологии. Смысл в том, что в результате, наверное, можно будет заблокировать, в принципе, вообще любой ресурс, который там… Ну, там ничего не определенного. То есть, ну, уже я в прошлом все-таки юрист, я уже, ну, на юридическом языке нельзя такие вещи анализировать. На открытии съезда ждали выступления Михаила Федотова, главы президентского совета по правам человека и одного из авторов закона о печати. Но Федотов так и не появился. В работе съезда принимали участие другие члены совета. Большинство инициатив и рекомендаций правозащитников глава государства оставляет без ответа. Так было и с законом об иностранных агентах в отношении НКО. Так случилось и с последним законом о признании иностранными агентами средства массовой информации. Тем не менее, члены президентского совета по правам человека намерены продолжать свою линию и высказывать главе государства свое особое мнение по вопросам правозащиты, сказал в интервью «Радио Свобода» член СПЧ Андрей Бабушкин. Конкретные неудачи, даже очень масштабные, они не означают, что некая благая деятельность должна быть прекращена. Если мы не смогли спасти 10 деревьев, это не значит, что мы должны не спасать 10 миллионов деревьев. Если мы не смогли вылечить одного пациента, это не значит, что мы должны лечить других пациентов. Если мы не смогли остановить опасный, неразумный и способный вызвать совершенно неконтролируемые последствия закон, это вовсе не значит, что мы не должны заниматься деятельностью по воспрепятствованию принятия плохих законов и вообще должны расплакаться, вырвать на себя все волосы и прекратить правозащитную деятельность. По словам Бабушкина, членам президентского совета по правам человека за время действия первого закона об НКО иностранных агентах удалось вдвое уменьшить количество организаций, признанных таковыми. Однако сегодня в списке иностранных агентов Минюста по-прежнему остается более 80 НКО. Среди них правозащитное общество «Мемориал». Его руководитель Александр Черкасов говорит, что в нынешней ситуации трудно быть оптимистом. Да, становится хуже. Да, нужно быть изрядным оптимистом, чтобы считать, что втайне от президента подготовили плохой закон, а батюшка-царь возьмет и отвергнет. Ну, например, в преддверии выборов. Электорату от этого ни жарко, ни холодно. Если бы это была отмена еженедельной порты на площадях, которую внес бы какой-нибудь лихой депутат, ну, это кого-нибудь привлекло бы. А так, электоральную толку никакого. А в рамках общей линии этот закон вполне вписывается. Почему бы и нет? Раз. Два. Ну, и что? Из-за того, что нас не слышат или слышат и делают наоборот. Вот мы из-за этого должны сменить веру, сменить масть, сменить что-то еще. Ну, ничего нового не произошло. Происходит, к сожалению, очень старое. На съезде в защиту прав человека появились и те, кого не ждали. Члены организации НОД под любым предлогом пытались прорваться в зал, где шла дискуссия, чтобы сорвать мероприятие. Однако съезд правозащитников прошел без эксцессов. И его участникам удалось обсудить все намеченные вопросы. Елена Поляковская, Антон Олейников, Радио Свобода, Москва.